Сегодня исполнилось 100 лет со дня гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. В память об этих трагических событиях в концертном зале имени Чайковского представили литературно-музыкальную композицию «Восхождение». Репортаж Анастасии Егоровой. Композитор Александр Чайковский один из авторов литературно-музыкального реквиема «Восхождение». В композиции, наряду с симфониями Шуберта, Брамса, Бетховена, фрагменты из его оратории «Государево дело», которое музыкант создавал к 400-летию династии Романовых. Я хотел в музыке выразить в этом смысле свое сочувствие этому ужасному тому, что с ними сделали. В основе реквиема письма императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Они написали друг другу 630 посланий. Со сцены их зачитывают актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. В письмах «История любви». «Бесценный мой я. Вчера были беспорядки на Васильевском посту и на Невском. Так что винники брали близкого волшебного». «Солнечный луч» прозвище Алексея Николаевича. Удивительное совершенно. Такое, как бы, имя ребенку дали, да, другое. «Солнечный луч». А потом, в принципе, всех письма пронизана такой любовью удивительной, как будто это пишут 16-летняя юноша и девушка. То есть, если отвлечься, дать кому-то про честь, полное впечатление, что это молодые, влюбленные, вот только-только встретившие друг другу люди. Это удивительно. Его положение, его история как семьянина, как мужа, отца, как человека, который до конца был со своими близкими, близкие которого были с ним, разделили его трагическую судьбу, она заслуживает, конечно, в любом случае, безусловно, уважения. Цитаты из писем царской семьи на выставке в фойе концертного зала Чайковского. Здесь и признание Александра Федоровны в любви Николаю II, и его пожелание супруге быть честной с ним и делиться своими переживаниями. Семейные фотографии. Цесаревич Алексей на прогулке с отцом, книжные с матерью. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в Первой мировой войне, осунувшийся император Николай после отречения. Я считаю, что сегодня как никогда нужно помнить то, что произошло, не только как покаяние перед тем, что произошло, но и как предупреждение перед тем, чего не должно быть. Организаторы вечера говорят, главный урок из трагических событий столетней давности смотреть в будущее, не забывая о прошлом. Анастасия Егорова, Максим Фламенко, Новости культуры.